Мы ждали этого 4 года, серьезная подготовка и сотни репетиций. Наконец, этот момент настал. Беларусь встретила вторые европейские игры. Стадион «Динамо» видел многое, но это просто невероятно. Десятки миллионов людей у экранов телевизоров, 22 тысячи зрителей на трибунах, более 500 артистов, звезды мировой величины, уникальное шоу об истории страны в нескольких художественных блоках, каждый из которых был посвящен какой-либо теме, преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, знаменитым писателям страны. Кстати, презентовали нашу культуру с помощью технологии дополненной реальности. Огонь спортивных сердец доставляли в Минск из Рима. Пылающий символ форума проделал путь в 7700 километров. Финальные метры на стадионе «Динамо» доверили семерке именитых белорусских спортсменов. Приготовься, Европа! Настало время ярких побед! Более 4000 спортсменов из 50 стран, 23 дисциплины по 15 видам спорта. На протяжении 10 дней атлеты будут выяснять, кто самый лучший на европейском континенте. На мультиспортивном форуме представлять Бобруйск и защищать цвета белорусского флага по 6 видам спорта будут 13 наших земляков. По балете поддержать спортсмена в городе на Березине можно на специализированной площадке, которая разместилась в центре города. В десятки футкордов, незабываемая спортивная атмосфера праздника, на 10 дней стадион имени Александра Прокопенко превратился в огромную фан-зону с главного континентального события года, вторых европейских игр. Организаторы подготовили для горожан массу всего интересного. С уверенностью можно сказать, бобручанам не дадутскую часть. Каждый из нас сможет стать частью этого спортивного торжества. Задолго до начала церемонии открытия на фан-зону начали подтягиваться болельщики. Сотни людей окунулись в атмосферу праздника. Кто-то приходил один, кто-то с друзьями, но а некоторые пришли целыми семьями. Мы спросили, какие эмоции испытывают горожане, за кого будут болеть и как будут поддерживать спортсменов. Я уверена, что на высоком уровне наша страна обеспечит проведение европейских игр. Мы всегда за здоровый образ жизни, мы всегда все поддерживаем, везде участвуем, мы только за. Это хорошее настроение, хорошая атмосфера. Для детей вон сколько всего хорошего придумали, есть чем ребенка занять. В Минске как бы фан-зон, и все это можно смотреть, наблюдать, можно приехать туда, закупить билеты. Там это все вживую смотреть, как бы за наших, конечно же, болеть. Там, может, какие-то другие спортсмены будут достойны выступать, может, за кого-то в отдельности. Я буду болеть за нашу страну, желаю им удачи и хорошей игры. Я буду болеть, конечно же, за Беларусь, потому что это наша родина, и я люблю Беларусь. Грациозные леди в шляпах, настоящие гусары, древние римляне и, конечно же, бобруйские евреи. Калорийность празднику придали актеры театра имени Дунина Марцинкевича. Фотографии и улыбки никто не смог пройти мимо такой красоты. Но если вы еще не обновили свой инстаграм неповторимыми снимками, тогда поспешите. С бобруйские фан-зона приходите. На стадионе имени Александра Прокопенко. Пожалуйста, welcome. Напомню, фан-зона будет работать на протяжении всех европейских игр по 30 июня. Концертные марафоны, выступления лучших артистов города и много сюрпризов для горожан и гостей. Приходите и станьте частью грандиозного праздника. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.